Христос родился. Славьте его, братья и сестры. Сегодня мне хочется продолжить тему праведного Иосифа и обратим с вами внимание на то, что он был древодел, то есть он был плотник по-нашему, тектон по-славянски. И руки его были привычны к тем же самым инструментам, которыми занимаются плотники работы и сегодня. Там был, конечно, рубанок, там была, конечно, пила, топор, там были какие-то сверла, какие-то угольники и отмеры, для того, чтобы отмерять необходимую часть древесины для отрезов. В общем, все было то же. И он научил этому младенца Иисуса, который с трех лет должен был постигать грамоту, а уже там где-то 7-8-9 уже брал в руки какие-то инструменты, начинал уже вслед за этим папой повторять все, что он должен был освоить как профессию. Отец должен дать профессию ребенку. Это даже в древнейших кодексах, там самый древний кодекс, насколько мне известно, это кодекс закона в Хамурапе. И там, по-моему, пишется о том, что если отец не дал ребенку профессию, то он не имеет права к старости просить у ребенка хлеба. То есть если он воспитал своего сына так, что сын полноценный член общества и умеет делать что-то, умеет зарабатывать, там, сапожник или ювелир, или, не знаю, кондитер, кто хочет, он, зарабатывая, потом может заработанного уделять. А если он воспитан лентяем бесполезным, то в этом виноваты и в родителей. Такой же закон был и у евреев. То есть папа должен дать профессию ребенку. Кстати говоря, в католической традиции, в западной традиции, чего у нас нет, но в чем мы чувствуем нужду? Существует такой культ Иосифа-труженика, так называемый. Иосиф, он так и рифмуется со словом «труженик», потому что у него мозоли на руках, и он мозолями зарабатывает хлеб. И у Иисуса, младенца, потом отрока, юноша Иисуса, тоже были мозоли на руках. Он знал, что такое тяжелый труд, что такое мускульная боль от усталости, все это он знал. Так вот, 1 мая, обычно, когда у нас совершается праздник солидарности, международной солидарности трудящихся, вот, от чего, может быть, как-то так трансформировано отойдем со временем, вообще-то можно праздновать праздник в честь Иосифа-труженика, где мы соединяем воедино, вот в этом образе Иосифа, две идеи – труд и молитва. Ора, этлобора. То, что было сказано Святому Антонию в пустыне ангелам. Как спастись? Работай и трудись. Молись и работай. Ора, этлобора. И спасешься. То есть нужно чередовать полезные занятия, из которых самая главная – молитва, а когда устанешь молиться, начинай работать. А когда устанешь работать, начинай молиться. И вот так вот чередуя эти два священных занятия спасешься. И вот мы хвалим, в принципе, если доживем до 1 мая, кстати, даст Бог нам продлит дни, и 1 мая мы будем живы-здоровы и будем праздновать праздники Иосифа-труженика. Можем отслужить молебен в храме Божьем, помолиться за всех людей, которые, там, не знаю, на морозе копают траншею под кабель, например, да, или бортируют колесо на том же морозе, например, от КамАЗа, или добывают нефть, или спускаются в шахты, или там, или, или, или. Потому что тяжелых профессий очень много в мире, и люди тяжело зарабатывают свой хлеб. И нужно помолиться Богу будет за всех тех, кто зарабатывает мозолями, опасностью, трудом, тяжело работает. Вот. И это видно в Иосифе. Значит, вот это 1 мая, повторяю, такой день, день Иосифа-труженика. Он нам нужен. Потому что если мажоры смотрят сверху вниз на работягу, а работяга смотрит на мажоров со злобленностью, такой, с некой ненавистью, снизу и вверх, говорит, ох, попадись мне. Тогда мы имеем, как бы, бензин для революции. Потому что, значит, богатенькие, охамевшие людишки, которые не хотят трудиться, и не думают трудиться никогда, они смотрят сверху вниз на тех, кто тяжело зарабатывает в своих лет. А что остается этим людям простым? Озлобляться и набираться ненависти, и сжимать кулаки. Собственно, это и есть революция. Нужно уважать человека труда. И нужно трудиться каждому человеку в какую-то меру свою обязательно, потому что есть хлеб даром нельзя. Нельзя, грешно. И вот Иисус Господь, он был научен этим праведным человеком работать и зарабатывать. И всем нуждам своим он доставлял необходимое себе, значит, Господь при помощи рук своих. Так делал Павел. Павел шил палатки, и нуждам его, эти бывших с ним, послужили руки его. Это вообще архиважная идея. Если что-нибудь хорошее есть в красной идеологии, то там есть одна такая фраза, где нет труда, там нет ответственности. Значит, там, значит, человек, который не потрудился или не умеет трудиться, не хочет трудиться, там нет морали. Значит, где есть труд, там есть мораль. А где нет труда, там нет морали. То есть аморальные типы – это типы, которые не работают ни умом, ни головой, ни сердцем. Так что Иосиф нам помогает правильно смотреть на сегодняшний мир. И великую благодать дал ему Христос. Христос называл его Папой. Имея на небесах Отца Небесного, Иисус на земле детскими своими устами чистыми называл этого старца Папой. Да помолится он за нас, чтобы мы умели все, что нужно уметь человеку – молиться и трудиться. Ора от лабора. Так поступая, спасешься. Аминь. До свидания.